Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здесь гостили англичане, французы и голландцы. Сейшелы были для них последней остановкой на пути в Индию. Суда, нагруженные ценными товарами, были искушением для пиратов, которые после стремительных атак скрывались в скалистых заливах и пещерах. Не исключено, что они оставили множество кладов, которые еще ждут своего открытия. Современные Сейшелы притягивают тысячи гостей со всего света. Туристов влекут не пиратские сокровища, а красота и богатство местной природы. На восьми постоянно обитаемых островах архипелага проживает более 80 тысяч человек. Из них 72 тысячи живут на самом большом острове Маэ, 6 тысяч на Праслене, 2 тысячи на Ладик и несколько сотен на остальных островах. Большинство населения, почти 90%, это чернокожие потомки африканских рабов, принадлежавших белым поселенцам и пиратам в XVIII и XIX веках. За последние 200 лет этническая палитра Сейшел значительно пополнилась европейцами и азиатами. Республика Сейшельские острова. Так звучит официальное название государства в Индийском океане к югу от экватора. В ее состав входят 115 больших и малых островов, а также атоллы. Острова рассеяны на территории, в тысячи раз превышающие их собственную суммарную площадь, которая составляет 455 квадратных километров. Столица Сейшел, Маэ, находится в полутора тысячах километров от побережья Кении и в 930 километрах от Мадагаскара. Тропический климат и близость экватора делают Сейшелы цветущим уголком мира. Райский сад посреди Лазурного океана рано или поздно должен был стать популярным курортом. Каждый год экзотический архипелаг посещает около 100 тысяч туристов, из разных уголков мира. Большинство из них остается на Маэ, привлеченное великолепным пляжем Бо-Валон. Полуторакилометровая полоса белого песка, на которой бросает тень ряд пальм, идеально вписывается в общие представления о тропическом рае. Кстати, сейшельские пальмы выполняют не только символьные функции. Их плоды и древесина – важнейшие экспортные товары страны. Другая важная отрасль экономики – рыболовство. Среднестатистический житель сейшельских островов съедает в год 80 килограммов рыбы, что делает островитян главными потребителями даров моря на планете. Рыбной ловлей занимаются целые семьи. Они занимают Бо-Валон рано утром и позже, после обеда. В остальное время пляж принадлежит туристам, представителям самых разных рас, культур и языков. Рядом с большими отелями действуют пункты проката спортивного инвентаря и различные школы. Достаточно пары долларов и значительно большего количества смелости, чтобы узнать, как выглядит побережье с моторной лодки или парашюта. Тем же, кто не склонен к риску, достаточно белого песка и сказочных видов с берега. Залив Виктория в пяти километрах от восточного побережья Маэ облюбовали поклонники дайвинга. Здесь расположен национальный морской парк Сент-Ан, втиснувшийся между островками Сент-Ан и Серв. В этом месте можно найти множество школ дайвинга, как для начинающих, так и для продвинутых. Каждая из школ предлагает богатый выбор снаряжения и опеку квалифицированного инструктора. Теплая, кристально чистая вода открывает ныряльщикам удивительный мир. Лучше всего попасть сюда в апреле или мае, тогда океан наиболее спокоен, и песок со дна не заслоняет подводных красот. Даже на изрядной глубине видимость достигает 40 метров. У коралловых рифов, где водную гладь не тревожат траулеры и яхты, погружения доставляют незабываемые впечатления даже опытным, бывалым дайверам, не говоря уже о новичках. Дорогу на глубину указывает целая шеренга актиний. Их щупалец лучше не касаться, они небезопасны. Встречаем рыб семейства щетинозубых. Одни обитатели глубин предпочитают оставаться незамеченными, другие же — наоборот. Вот, например, рыба-попугай с броской внешностью. Поблизости и хищная акула-барракуда. Галатурия питается в коралловых полипах. Подводная прогулка на глубине 10 метров продолжается обычно от 40 до 50 минут. Стоимость ее вместе с лодкой, снаряжением и инструктором примерно 2000 рублей. Однако ускоренный недельный курс дайвинга для начинающих стоит около 10 тысяч рублей. подводный мир только кажется раем. Он таит в себе много опасностей. Морской еж не располагает к тесному знакомству. Ловец стеклянных окуней. У этих рыбок длиной в несколько сантиметров почти прозрачные тела. Они чувствуют себя в безопасности в скалистых углублениях и под кораллами. Рыба Наполеон передвигается с достоинством – под стать имени. Желтые и черные цвета встречаются в окраске рыб столь часто, что, наверное, стали символами океана для дайверов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из подводного рая мы возвращаемся в рай на суше. Маэ, без сомнения, самый большой остров Сейшел. Его длина – 27 километров, а ширина – 8 километров. Подобно многим другим островкам архипелага, он состоит из гранитных скал, что здесь, на северо-западе, не сразу заметно. Океанические острова обычно имеют вулканическое происхождение или образованы кораллами. Единственное крупное поселение на скалистом северо-западном побережье Маэ – это Гласис. Посреди девственного леса стоит церквушка, окруженная старым кладбищем. 82% жителей Сейшельских островов – католики, еще 6,5% – последователи англиканской церкви. Но и те, и другие не забыли и о древних магических культах. Один из мифов гласит, что на кладбище в Гласис закапывали свои сокровища пираты. Пока не найдено ни одного доказательства, подтверждающего эту гипотезу. Тут же, на дороге, которая тянется вдоль побережья, возвышается «Сансет-бич-отель», один из лучших отелей на острове. Комплекс состоит из 20 бунгало, разбросанных на прибрежной скале среди пальм. Пернатые гости чувствуют себя здесь отлично. В распоряжении обитателей «Сансет-бич» – бассейн, но в этом есть некая несуразность, если учесть, что живописный пляж совсем рядом. После захода солнца в «Сансет-бич» открывается вечерний буфет. Сейшельские острова – местечко для любителей поесть. Креольская кухня, в которой присутствуют французские и индийские блюда, предлагает множество деликатесов. Здесь уйма салатов из экзотических овощей и фруктов, но главное место в сейшельском меню занимает, разумеется, рыба. Наибольшей популярностью пользуются дорадо, бонита и марлин. Шеф-повар должен уметь придать каждой рыбе особый вкус, выбирая наиболее подходящие приправы и способ приготовления. Вскоре после восхода солнца в Бель-Омбар возвращаются с ночного лова рыбаки. Самые рыбные места находятся примерно в 20 милях к северо-западу у побережья острова Силуэт. Местные рыбаки на утлых лачонках ограничены в выборе мест лова. Основные же рыбно-промысловые ареалы эксплуатируют большие траулеры под иностранными флагами. По Международной конвенции сейшелам принадлежит территория для ловли общей площадью около миллиона квадратных километров. Но благодаря тому, что пока здесь хозяйничают иностранные корабли, сейшелы получают средства для создания собственного рыболовецкого флота. В сетях плещутся барракуда, макрель, дорадо, рыбы ваху и бонита. Прямо с рыбацкого бота они попадают на рынок в Виктории. Наемные работники на разгрузке получают оплату свежей рыбой. Центральная точка столичной Виктории – красочный и шумный рынок Селвин-Кларк-Маркет. Он назван в честь губернатора, который в 1930-х годах обрел популярность у местного населения благодаря социальным реформам. На рынок попадает и улов рыбаков из Бель-Омбар. До полудня большая часть товара уже найдет своего покупателя. Помимо рыбы здесь можно купить свежие овощи и фрукты – манго, папайю, кокосы. После соленого обеда нужен глоток воды. Как и любая другая ярмарка, рынок в Виктории – это не только место торговли. Здесь можно обменяться информацией, посплетничать, поболтать с соседями и знакомыми. Молодые учатся у стариков искусству зазывания клиентов. На горизонте видняются Виктория-бэй и островок Серв, а дальше островки Сент-Ан, взятые под охрану в рамках одноименного национального морского парка. Как и Маэ, эти острова открыл Лазар-Пико в 1742 году. Случилось это в День Святой Анны. Отсюда и название. В 1770 году на Сент-Ан было заложено первое постоянное поселение. Главный остров Маэ располагает сетью дорог с твердым покрытием общей протяженностью 150 километров. Чаще всего используется путь, соединяющий Бо-Валон-Бич с Викторией. Любимая остановка туристов на этом маршруте – ресторан «Мария Антуанетта» в колониальном стиле. Меню с блюдами креольской кухни не меняется здесь на протяжении 20 лет. Прачечная под открытым небом. Одежду и скатерти стирают в источнике, а не в стиральной машине. «Мария Антуанетта» «Мария Антуанетта» «Мария Антуанетта» Административный и хозяйственный центр, основанная в середине 18 века Виктория. Со своими 25 тысячами жителей она относится к самым маленьким столицам мира. В центре возвышается небольшая часовая башня – Клок Тауэр. Она была построена в 1903 году, после того, как Сейшелы получили ограниченную автономию в рамках британской колонии. Часто ошибочно полагают, что башня – копия знаменитого Биг Бена. Ошибка. Образцом для ее создателей послужила башня «Литл Бен», которая стоит в Лондоне, на пересечении Ваксхол Бридж Роуд и Виктория Стрит. От Клок Тауэр мы движемся по Аллее Независимости в сторону порта. На представительной улице возвышаются главные городские здания – Национальный музей, Дворец юстиции, полицейская комендатура и различные министерства. В тени Дворца юстиции расположилась красочная ярмарка сувениров. Не все туристы знают, что кораллы находятся под охраной, и их вывоз может навлечь неприятности на таможне. Дешевле и без угрызений совести можно вывести изделия народных промыслов и полированные кокосы «Кокодэмер». Национальный музей размещается в здании «Карнеги Билдинг», основанном в 1911 году английским металлургическим магнатом Эндрю Карнеги. Здесь можно увидеть интересные экспонаты, рассказывающие об истории Сейшел и любопытные фрагменты местной природы. После осмотра экспозиции нас ждет чашечка черного кофе в знаменитом кафе «Пайрет Армс». На круговом перекрестке на Аллее Независимости возвышается скульптура авторства Лоренцо Апиани. Три простертых крыла символизируют Европу, Африку и Азию – континенты, откуда были родом предки сегодняшних жителей Сейшел. Представительная улица кончается в порту рядом с яхт-клубом. Пополнив запасы и устранив мелкие неполадки, можно позволить себе отдохнуть несколько часов в Виктории. Недалеко от Селвин-Кларк-Маркет высится индуистский храм – весьма сомнительное сочетание по стилистике. Торговая аллея, большинство прилавков, на которой принадлежит индусам, заполнена уже в самую рань. Здесь делают покупки в основном местные жители. На лотках все, что необходимо в домашнем хозяйстве и на любой вкус. Через несколько десятков шагов в конце Чорч-стрит возвышается католический собор непорочного зачатия Девы Марии. Он был открыт в 1874 году и с тех пор повелось по воскресеньям крестить детей из полных семей, а по пятницам – незаконно рожденных. В южной части Виктории, в пригороде Монфлери, стоит один из самых интересных с архитектурной точки зрения домов города – викторианское здание Министерства иностранных дел. Напротив Министерства очередное место, достойное посещение. В ботаническом саду, расположенном на 20 тысячах квадратных метров, собрана роскошная коллекция тропических растений. Лишь 10% из них растет на Сейшелах в дикой природе, остальные виды привезены из разных уголков земли. Сад был основан в начале 20 века французским естествоведом Ревальтом Дюпоном. Образцом ему послужил подобный ботанический сад в Кюрпип на Маврикии, основанный в конце 19 века. Безусловно, в саду представлено типичное только для Сейшел растение, уже упомянутая лода ицея с огромными листьями и характерными двойными плодами. Вес ее ореха может достигать 25 килограммов. В саду есть и представители фауны, например, гигантская черепаха, обитательница Атолла Альдабра. Когда-то эти безобидные существа были почти полностью уничтожены. Моряки и пираты грузили черепах на корабли в качестве провизии. Куда ни глянь, всюду растения-гиганты. В кронах деревьев живут колонии летучих мышей. Но они обнаруживают себя лишь после захода солнца. После визита в тропический Эдем можно для контраста посетить автовокзал в Виктории. Когда подъезжает долгожданный автобус, дисциплинированная прежде публика превращается в толпу, штурмующую транспорт. Из Виктории в другие городки и места отдыха на Мае ведут 24 маршрута. Поездка дешевая, но, что греха таить, не слишком комфортная. Сан-Суси роуд вьется узким серпантином на юг до национального парка Морн-Сейшелуа. Также называется и самая высокая гора на острове. С высоты 905 метров Мае виден как на ладони, с чайными плантациями, густым тропическим лесом и каменистым побережьем на западе. КОНЕЦ Взобравшись на Морн-Сейшелуа и Морнблан, дорога начинает спускаться вниз. В 12 километрах от Виктории, на западном побережье, лежит порт Гло, а напротив него островок Тереза. Порт Гло – второй по значимости после Бо-Валон туристический центр на Маэ. Этот отель, когда-то принадлежавший сети Хилтон, мягко выражаясь, не лучшим образом вписался в пейзаж. К счастью, подобные ошибки больше не повторялись. Это первый и, будем надеяться, последний бетонный молох, испортивший вид. Свежий бриз и тень. Не всегда удается соединить одно с другим. К северу от порт Гло простирается очередной морской национальный парк – порт Лане. Романтические заливы, голубые лагуны и величественные скалы посреди моря зелени образуют идиллическую картинку. Под этой необычной скалой много лет искали пресловутые сокровища легендарного пирата Оливье Левасёра по прозвищу Лабюс. Перед самой своей казнью на острове Реюньон, стоя с петлёй на шее, он бросил в толпу бумажный листок с криптограммой, где было зашифровано местонахождение клада. Сокровища не найдены до сих пор. Лихорадка поутихла, но время от времени появляются новые искатели. Отпускников ждут сокровища иного рода – сказочные пляжи и тёплый океан. Искателями сокровищ масштабом поскромнее можно считать сборщиков раковин. Кого не интересуют маленькие раковины, тот может попытаться поймать большую рыбу с борта моторной лодки. Проводники безошибочно держат курс к местам, изобилующим рыбой. Теперь нужны лишь правильная наживка и терпение. Вечером удачливые ловцы смогут собственноручно приготовить пойманную ими рыбу на кухне отеля. Понадобится немало усилий, чтобы вытащить на палубу рыбу ваху. Но чаще на крючок попадается переливающаяся зелёным цветом дорада. Гиды умалчивают о находящемся на юго-востоке пляже Анс-Руайяль. Он известен лишь местным жителям. Лагуна – идеальное место для дайвинга. В 1771 году в этом заливе высадился Антуан Жиё, посланник Пьера Пуавра. С помощью 40 рабочих и большого количества невольников он основал здесь первое на мае поселение, а вскоре и разбил плантации. В глубине острова мы находим деревню ремесленников. Отчасти это музей под открытым небом, отчасти место, где сейшельские мастера совершенствуют навыки, обмениваются опытом и представляют своё мастерство туристам. Домики-мастерские расположены вокруг музея, где в мельчайших деталях воссоздан быт колониальной эпохи. У входа висит портрет некой супружеской пары. В конце XIX века на сейшелах состоялось её романтическое венчание. А спустя 25 лет супруги вернулись, чтобы остаться здесь насовсем. Там, где соединились любящие сердца, теперь находится мемориальная доска. Мастера не против того, чтобы за ними наблюдали во время работы. Изделия сейшельских народных промыслов не всегда соответствуют высшим стандартам. Что ж, в колониальные времена здесь изготавливали предметы, руководствуясь соображениями практичности, а не художественным вкусом. Спрос на искусные мелочи возник лишь в 70-е годы XX века с наплывом туристов. Чаще всего покупают полированные орехи ладоицеи. Большой популярностью у туристов пользуются и хлопчатобумажные платки, украшенные в технике батик, шляпы из банановых листьев, корзины, керамическая посуда и мелкие деревянные предметы обихода. Широко известны в мире модели парусников, которые выполняют здесь в мельчайших деталях. Широко известны в мельчайших деталях. Широко известны в мельчайших деталях. сделанные из пород благородного дерева, достигают цены в несколько тысяч евро. Малозаселенный юг Маэ имеет, в отличие от севера, более равнинный вид. Самый высокий холм едва достигает здесь 300 метров. Равнина еще больше способствует буйному цветению растений. Дорога ведет к самой южной точке острова, мысу над заливом Полис-бэй. Здесь нет коралловых рифов, о которые разбивались бы океанские волны, поэтому лучше наблюдать за прибоем с безопасного расстояния. Ресторан «Жоли Рос» создан для самых требовательных гостей. Здешний шеф-повар творит из даров моря невообразимые блюда. Прямо за пальмовой рощей, где расположен ресторан, расстилается дикий пляж Анс-Энтенданс. Быть может, как раз на таком сказочном пляже некий журналист и сделал о женщинах Сейшел следующую заметку. «Они чувствительны и деликатны, страстны и естественны. Они обладают прекрасной фигурой француженок и хорошими манерами англичанок. Прибавим к этому экзотическую красоту Азии и капельку хищности жительниц Черного континента». С Маэ на другие крупные острова нас перенесет самолет компании Air Seychelles. Национальный воздушный перевозчик обеспечивает регулярные рейсы 20 местных самолетов на острова Прослен, Фрегат, Дени, Бёрд и Дерош. На другие острова можно попасть чартерным рейсом. Достаточно группы из 20 желающих, и самолет будет в вашем распоряжении на следующий день. Между Маэ и соседним островом Прослен самолет курсирует 20 раз в день. Время полета около 15 минут. Кто не отваживается сесть в маленький самолетик, может совершить воеждж по морю, но тогда путешествие будет длиться значительно дольше – 2,5 часа. Прослен – второй по величине остров Сейшел. На площади 40 квадратных километров проживает 6 тысяч жителей. На Прослене еще больше, чем на Маэ, песчаных пляжей, вдоль которых растут пальмы. Самое красивое побережье – Анскерлан на северо-западе. На острове имеется 10 маленьких отелей, предлагающих в общей сложности 300 номеров и гарантированный кусочек сказочного пляжа каждому. КОНЕЦ Места купания связывает между собой единственная дорога с твердым покрытием, идущая вдоль побережья. Вокруг, куда не кинешь взгляд, царят густые заросли. На юго-восточном побережье, Кот-Дор, за широким пляжем возвышается несколько небольших отелей, издающиеся в наем дома. Среди них «Вияж де Пешор» – партнерский отель «Санцет Бич» на Маэ. Благодаря существующей договоренности, гости отелей могут бесплатно, при наличии свободных номеров, менять место пребывания и беззаботно курсировать между двумя островами. Завтрак в формате шведского стола предлагает все блюда сейшельской кухни. Привлекательное начало дня. Комнаты скромны, но весьма удобны. Обслуживание тоже на высоте. Холл украшен моделями судов и другими деревянными изделиями. Анс-Латсо, расположенный на северном побережье Прослена, многие считают самым красивым пляжем не только на этом острове, но и на всех Сейшелах. Кристально чистая бирюзовая вода и белый песок, красноватые гранитные скалы и буйная тропическая зелень формируют незабываемую палитру впечатлений. Сейшелах Иная, но столь же замечательная природная картина ожидает нас в заповеднике Вал-э-де-Мэй, расположенном в центральной части острова. Это родина символа Сейшел гигантских пальм Коко-де-Мэр – ладоицей. Некоторым из них более тысячи лет. В Вал-э-де-Мэй растет 4000 экземпляров этого эндемического вида пальм. Забавный факт. Мужское соцветие ладоицея немного напоминает по форме мужской половой орган, а женское соцветие – женские ягодицы. Благодаря этому эротическому капризу природы возник миф о том, что в штормовые ночи ветер сближает оба соцветия, и вскоре после этого появляются плоды. У аборигенов существует суеверный запрет на наблюдение за пальмами во время соития соцветий. Того, кто отважится на это, якобы ждет смерть. Субтитры создавал DimaTorzok Животные любят сладкий кокосовый сок. Субтитры создавал DimaTorzok стоит уделить по меньшей мере два часа. В Вале-де-Мей есть хорошая возможность поближе познакомиться с миром тропических растений, узнать его таким, каким он был до прибытия европейцев. На юге Прослена, на берегу широкого залива Сент-Ан, лежит одноименный поселок. Единственное здание, которое высится над плотным живым растительным балдахином, это церковь. Маленький порт в Сент-Ан – отправной пункт экскурсии на соседний остров Ладик. Наиболее популярный рейс – самый ранний, в семь часов утра. Обычно билеты на него проданы уже накануне. Переезд длится в зависимости от погоды, высоты волн и ветра от 30 до 45 минут. В небольшом порту Ладик бросают якорь и крупные пассажирские суда. Этот островок – лучшее место для остановки посреди длительного круиза. Многие считают Ладик самым красивым островом на Сейшелах. Ладик самым красивым островом на Сейшелах. Сойдя на сушу, мы не увидим автотранспортных средств. На всем острове едва ли наберется несколько дизельных автобусов и грузовиков, но они не предназначены для туристов. Будем передвигаться на своих двоих, ведь остров не так уж велик. Впрочем, можно арендовать велосипед или повозку, в которую запряжен вол. Каждый как-то решил для себя транспортную проблему. Уже через несколько минут после прибытия приезжие разбрелись по острову, и в порту вновь воцарилась тишина. На Ладик едва ли проживает две тысячи человек. В основном население сосредоточено в двух маленьких поселениях на западном побережье – Ла-Пас и Ларе-Юньон. Главные источники доходов островитян – рыболовство, обработка кокосовых орехов и обслуживание туристов. Даже у самых маленьких отелей есть свой тропический сад. Пустынный пляж расположен в нескольких десятках шагов. Единственная церковь на острове находится в Ларе-Юньон. Просторное помещение умещает всю католическую общину острова. С витража таинственно взирает Богородица. Посреди пальмовой рощи, в двух шагах от моря, раскинулось старое кладбище. Находятся люди, которые считают, что и здесь, под могильными плитами, спрятаны пиратские сокровища. Легенд, пересудов и истории, связанных с этим местом, больше, чем самих могил. Немного дальше на плантации кокосовых пальм пасутся ездовые лошади, принадлежащие президенту Сейшельских островов. Глава государства проводит на Ладик почти каждый свободный уикенд. Груды кокосов ждут транспорта для отправки в порт, откуда они будут перевезены для дальнейшей обработки на Маэ. Старый дом бывших плантаторов служит теперь президенту. Усадьбой не всегда владели такие почтенные персоны. Когда-то здесь снимался один из фильмов знаменитой эротической серии «Эммануэль». Сразу за домом стоит могучая скала. Ее высота достигает 40 метров. В тени каменного колосса обитают существа, чьи размеры тоже впечатляют. Это гигантские черепахи. Нет причин волноваться. Каждый наестся вдоволь. Четверть часа ходьбы в южном направлении, и перед нами пляж, слава которого распространилась далеко за пределы Сейшел. За скалами нашему взору открывается бухта Сурс-Даржан, серебряный источник. Вот он, самый знаменитый и наиболее фотографируемый кусочек Сейшельского побережья – квинтэссенция земного рая. Голубое небо, белый песок, красноватый камень, бирюзовая вода и зеленые пальмы. Наверное, самое романтичное сочетание цветов в мире. Похоже, нет такого туристического каталога, посвященного Сейшелам, в котором не говорилось бы об этом месте. Чудная мозаика из кораллов, скал, кристальной воды, ослепительного песка и тропической зелени навсегда останется нашим волшебным воспоминанием о Сейшельских островах. Сейшельских остров 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 Сейшельских остров